Привет, ребят, с вами как всегда Джамбу Макс, давно мы вот так вот не виделись, вот, и сегодня мы с вами поговорим о презентации Xbox, которая была совсем недавно. Сразу хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто пришел на стрим и в качестве гостей, и в качестве зрителя, спасибо всем тем, кто наводил шороху в комментах, ребята, вы просто отдельные красавцы, спасибо вам за этот вечер, было реально здорово. Сегодня в этом видео я вам решил более структурно рассказать о том, что я думаю об этой презентации, поэтому я сразу предупреждаю, прям больные фанатики Xbox, которые любят, когда его там хвалят и так далее, ребят, отойдите от экранов, можете там включить другой видос и так далее, и если вы думаете, что здесь будет какая-то хвальба Xbox, очередной восторг, то в этот раз нет. К сожалению, после этой презентации у меня, наверное, совершенно другое мнение, оно не положительное, вот, и если вы смотрели мой ролик про перенос игр, то вы в целом догадываетесь, о чем я буду говорить. Также, прежде чем мы начнем, я хочу напомнить мою мысль, я считаю, что критика любимой компании, она всегда нужна, потому что если мы будем хавать все и вся, то мы не увидим прогресса, мы не увидим развития, и на мой взгляд, нужно говорить тогда, когда тебе не нравится, поэтому если вы не можете воспринимать конструктив, то просто посмотрите другой видосик, не тратя на него время. Сразу напомню, что я являюсь заядлым и давним обладателем Xbox, и это, по сути, основная моя платформа, на которой я играю каждый день, каждый стрим, и, по сути, я без Xbox вообще никуда. Данная консоль мне нравится, из-за экосистемы, нравится как консоль в целом, как устройство, она мне нравится из-за геймпад, и, пожалуй, из-за как раз-таки тех самых франшиз, которые я люблю. И, чтобы вы понимали, я бывалый игрок, и это важно для этого видоса, поскольку я видел его развитие, спад и тому подобные вещи, и поэтому я знаю, о чем я говорю. Да, как бы вы не хвалили Sony, но лично мне всегда было по кайфу пройти серию Gears 4, я несколько раз проходил серию Fable, Fable 2, там, Fable 3, а я играл в Rise, мне очень нравится Quantum Break, и, в целом, я всегда советую эти игры и вам, поскольку они реально дарят очень много классных эмоций. Буквально на днях, сами знаете, что Xbox выступил со своей презентацией, я эту презентацию, на самом деле, очень долго ждал, поскольку это одна из самых масштабных презентаций лета, которую просто нельзя пропускать фанату Xbox, ибо там всегда показывает то, что нас ожидает. Честно, несмотря на то, что у меня не было каких-то завышенных ожиданий, я все равно надеялся хоть на какую-то годноту, поскольку с момента обещаний и с момента покупки студии, на мой взгляд, прошло достаточно времени, чтобы показать как раз-таки тот самый результат. Показать, что люди не зря продлевают подписку Game Pass, что они не зря в целом вообще выбрали Xbox. И сейчас речь не просто об играх, которые недоступны на какой-то другой платформе, нет, сейчас речь уже об играх, просто классных играх твоего любимого бренда. Если смотреть глазами обычного пользователя, который только присоединяется ко всей этой видеоигровой движухе, или глазами тех, у кого потребности крайне слабые, то в целом презентация может показаться нормальной, классной. Объективно, там показали достаточно много проектов, из которых были как и крупные, так и малые, и из этого списка, так или иначе, каждый мог для себя что-то выбрать, и это классно. Так, кому-то понравился анонс Diablo 4, кто-то был в восторге от анонса добавления персоны в подписки, все мы были рады увидеть новое поколение Форзы, кто-то дождался наконец-таки Hollow Knight, ну а кто-то наконец-таки увидел Starfield, о нем я, кстати, выскажу чуть подробнее к концу. С точки зрения массовости, мне кажется, Microsoft удалось выполнить свои задачи, но я, как бывал иксбоксер, глядя на всю эту презентацию, если честно, я был расстроен. Кстати, забавно всегда видеть, что если человек критикует иксбокс, и ему что-то там от него не нравится, то он сунебой, и если вы там реально считаете меня сунебоем, или что-то подобное, да, и если вам презентация, которую показали, действительно понравилась, да, и у вас есть мнение о ней в положительном ключе, и вы совершенно иное мнение, чем я, я всегда вас жду на стриме, в прямом эфире, в дискорде, в котором мы можем с вами на эту тему пообщаться. Почему я был расстроен и недоволен тем, что нам показали? На самом деле, ответ очень прост. Я для себя не выделил ни одного проекта, которого я бы с нетерпением ждал, которого я бы с нетерпением хотел бы купить прямо здесь и сейчас, и сделать предзаказ. Почему я акцентирую внимание именно на слове «купить игру», а дело в том, что когда мы получаем ее по подписке, или получаем какой-то анонс, который опять же по подписке геймпасс, мы начинаем относиться к игре, к проекту в целом, более лояльно, более по-доброму, я бы сказал бы, не совсем честно и объективно. Просто когда вы получаете что-то бесплатное, какой-то подарочек, всегда к этому отношение такое какое-то, знаете, ну такое уже типа более позитивное, нежели бы вы его купили за 50-60 баксов. Мол, ребят, это все равно в подписке, че вы душните, играйте и не парьте, ждите сколько влезет и так далее, это все равно бесплатно, ё-моё. И просто, знаете, на мой взгляд, когда ты за игру хочешь заплатить, это говорит о многом, это говорит о том, что игра действительно для вас крутая, действительно вы ее ждете и вы действительно хотите в нее поиграть. Исходя из того, что нам показали, действительно, наверное, проект, за который можно заплатить, это, пожалуй, новая Форза, и здесь, я думаю, со мной абсолютно все согласятся. Классная гонка, ввели много улучшений, завезли торсировку и все, вот вам гонка следующего поколения. Но вот что касаемо остального, здесь очень и очень спорно. Я сейчас не говорю, что все игры говно, которые показали, что игры плохие, нет. Дело в том, что многие из них могут казаться с очень прекрасной атмосферой, каким-то игровыми новыми механиками, может быть с сюжетом офигенным, да? Но самый прикол в том, что ни одну игру, лично мне, не хочется купить и получить прямо здесь и сейчас. И как сказал Роман, который приходил к нам на стрим, Microsoft в этот раз просто ужасно распорядилась нашим временем. Дополнение Fallout, Grounded, дополнение к Форзе, это были все такие анонсы, которые в целом можно было не показывать на презентации, а анонсировать вне презентации. Но почему-то они решили, что это действительно важно. Если бы это шоу показывала бы какая-то независимая компания, компания с ограниченным бюджетом, то в целом была бы просто шикарная презентация. Но извините меня, эту презентацию нам показал гигант игровой индустрии, которая может купить всех и вся, и он, кстати, это делает. Которая при этом имеет очень много всяких технологий и в целом инструментов по развитию тех или иных видеоигр. Но учитывая это, по факту, качества я все равно не увидел. Мне кажется, адекватные ребята уже давным-давно поняли, что Microsoft сейчас нацелена больше на количество, а не качество. И это, к сожалению, факт. Возьмите Redfall. Это, по сути, по планам, скорее всего, была той игрой, о которой должны были как-то говорить, обсуждать, хотеть в нее поиграть, купить. Но прошерстив интернет и почитав комментарии, я понял, что о ней мало кто говорит. А это, между прочим, одна из таких, типа, крупных игр Xbox, которая выйдет под крылом Microsoft. Конечно, странно, что они ее хотели выпустить вообще в этом году, а на презентации нам показывают какой-то там бета-альфа-геймплей. Ну, да ладно. Starfield ни для кого не секрет, это, по сути, должна быть вишенкой на торте. И, в целом, им, мне кажется, удалось навести некий сумбур в сети, что, ребята, смотрите, это Starfield, мы, наконец-таки, его показываем. Но, скажите, вам реально понравилось то, что показали? Вам реально понравился визуал? Вам реально понравилось то, что вам не рассказали о том, чем вы будете заниматься на тысячах планетах? Тогда, когда мы оцениваем презентацию, игры, идею, экосистему, я считаю, очень важно брать абсолютно все аспекты того, что есть вокруг. Это 2022 год. Это новое поколение консолей, которые мощнее предыдущих, кстати, в два раза. И сразу замечу, что игра не выходит на старое поколение. Это новые технологии и, вроде как, более простые инструменты для разрабов. Но, парадокс, прогресс всяких технологий и мощей он растет, но сами игры будто остались на том же месте. Глядя на скриншоты, я бы сказал, что эта игра, наверное, года 2016. И показав мне эту игру в то время, я бы никогда и ни за что бы не поверил, что в 2022 году это будет один из козырей Иксбокса. Да, может быть, Starfield в будущем это будет просто легендарной игрой из-за своего наполнения. Но вам не кажется, что мы вот эту вот историю уже видели, но только с Halo? Halo масштабный, амбициозный, открытый мир, споры по поводу визуала, перенос игры с очень важной датой. Кстати, если кто-то не помнит, то Halo должна была выйти на старте консоли Иксбокс Серии, если это факт. А Starfield в этом году и в очень красивый дат, по-моему, 11.11.22. Ситуация с фанатами также аналогичная. Сейчас все, типа, защищают игру, мол, вы не шарите, там будет все очень круто. Опять же, я буду рад, если эта игра принесет действительно столько много классных эмоций. Ну, объективно, по тому, что нам показали, с проектом, опять же, что-то не так. Забавно еще то, что тем, кому игра понравилась, они уже накрутили себе то, о чем не рассказали. Мол, там будет интересно все изучать, там можно будет, там, классно все делать. И, опять же, ситуация повторяется с Halo. Вам этого показали? Нет. Ну, тогда о чем мы вообще говорим? Вообще, на самом деле, разумное и правильное решение не давать каких-то оценок Starfield, поскольку, по факту, мы не видели игры, мы не играли, да, и мы не можем сказать, плохая она или хорошая. Но давайте будем честны. Если бы этот проект показала бы Sony на своей презентации и поставила бы ценник в 60-70 баксов, то я уверен, что большинство из тех, кому сейчас игра понравилась по подписке, отнеслись бы уже к ней, наверное, не так положительно. Засрали бы ее и сравнили бы с No Man's Sky. Сразу некое добавление, если вдруг кто-то из вас напишет в комментариях, что тебе, наверное, не зашел Starfield, потому что ты не смотрел его в 4К? Ребят, вот именно вас я буду ждать всегда, каждый вечер на стриме в Дискорде, чтобы мы на эту тему с вами пообщались. Я прекрасно понимаю, что во всю эту историю можно приписать ковид, да, но, как по мне, эта отмазка уже не должна работать. И давайте уже будем честны, а обычных пользователей, обычных игроков это должно как-то волновать? Разве эта игра делалась там 2-4 года или там, я не знаю, год? Нет. Когда вы работаете на стройках, на заводах, в магазинах и тому подобных заведениях, да, то в целом потребителю не интересно, что у вас случилось вчера, потребителю не интересно, какое у вас там настроение, болит нога, рука и так далее. Всех всегда интересует качество услуг, которые вы предоставляете здесь и сейчас. И теперь вопрос, а почему мы должны оправдывать кого-то? Ааа, сори, вспомнил, это же все на халяву. Простите, простите, но задумайтесь над этой мыслью. Знаете, после презентации, когда мы собрались в Дискорде с ребятами, я понял очень печальную вещь. Те люди, которые в целом всегда были в восторге от того, что показывает Xbox, всегда готовы говорить об Xbox, я бы сказал, бесконечно, да, и самое главное, они играют на консолях, и тогда, когда этих людей что-то не устраивает, и когда они уже видят какую-то халтуру, на самом деле это очень важный звоночек, на который должны обратить многие, чтобы видеть что-то не так. Я пару дней назад, если честно, обрадовался тому, что я все-таки нашел несколько проектов, которые я буду ждать, это протокол Калисто и новые колда, потому что я соскучился по нормальному шутеру, вот, но после того, как я посмотрел презентацию Game Summer Fest, я думал, что индустрия наконец-таки встает с колен. Но после того, что показал Xbox, я понял, что в целом ничего не меняется, и это очень печально. Душно. Давай открывай форточку, не грусти и так далее. Знаете, ребят, честно, я устал ждать с моря погоды, надеяться на какое-то чудо, что следующий год будет намного лучше предыдущего, но, честно, это уже не смешно, потому что вот эти всякие какие-то обещания про амбициозность, про то, что у нас все в разработке, все очень круто, только подождите, идет с 2018 года. Я прекрасно понимаю, что в данный момент, сейчас я могу типа с легкостью подыграть и сказать, что все то, что показывает, это очень круто. Ребята, давайте подождем следующий год. Но я здесь не для того, чтобы хвалить Xbox. Если вы ждете какой-то похвалы консоли каждый раз, то я здесь не для этого. Мне нравится эта консоль, но я хочу высказывать реальное мнение о ней, да, когда она мне нравится и когда не нравится. И сейчас в целом о консоли я не говорю. Сейчас я говорю больше про ее политику, про ее взгляды и то, что сейчас они показывают и в том направлении, в котором идут, честно, мне не особо по кайфу. Многие могут сказать, чел, пересядь на плойке, че ты ноешь? Ребят, давайте я тут сам как бы разберусь, окей? На самом деле у Sony тоже не все в шоколаде. И я один из тех, кто после презентации, да и всегда, да, играет на Xbox и буду продолжать на нем играть, поскольку Xbox мне сейчас реально нравится как устройство, как экосистема, как просто, я бы сказал, физический продукт, просто устройство, на котором можно поиграть в видеоигры. Для меня эта консоль одна из лучших, да, и ни о какой плойке я, по сути, не задумываюсь. Но в том направлении, в котором идут, а именно показ количества, а не качества, если честно, меня расстраивает. Для меня эта презентация-то была, наверное, крайняя надежда на какое-то светлое будущее. Конечно, это светлое будущее сохраняется при помощи уже анонсированных игр по типу Fable, Perfect Dark, а, кстати, с ними тоже, если вы почитаете, есть некие проблемы. Там, Indiana Jones, продолжение Гири. Но давайте будем честны. Мы, во-первых, не знаем, когда это все выйдет. И самое главное, тогда, когда мы видим эту презентацию Xbox, мы уже не можем предположить, какое будет у них качество. И это, опять же, очень жаль. Если вы реально кайфуете от того, что нам показали, то я за вас искренне рад, поскольку это лучшие моменты в игровой индустрии, особенно тогда, когда вам все это дарит эмоции. Ради них мы, по сути, играем, живем, и просто насладитесь этим моментом, поскольку в будущем у вас может так же, как и у меня, и у многих сейчас возникнуть такая ситуация, что вы просто перестанете кайфовать от игр и будете хотеть чего-то нового и более качественного. Да, мы все люди, у нас есть свойства в безграничных потребностях, но давайте будем объективны. Раньше было лучше. Я прекрасно понимаю, что эта фраза какая-то старческая, да, но если оглядеться вокруг, то я заметил по своим стримам, когда ко мне приходили ребята, мы общались, мы играли с ними, да, а в какой-то момент они начали пропадать, да, они перестали приходить на стримы, и дело в том, что потом, через какое-то энное количество времени, это чаще всего там год, полгода, может быть, там полтора, люди заново возвращались, говорили, ой, Джамбо, привет, давно тебя не видел, давным-давно тебя не заходил, и когда ты спрашиваешь, а почему, что случилось, и так далее, все практически в один голос говорят, знаешь, да вот уже что-то как-то не то, что-то как-то не перекалываю, то, что показывают, не хочется играть. Я прекрасно понимаю, что, возможно, это проблема, там, игровой импотенции, которую мы не раз поднимали, но, опять же, объективно, индустрия, она не батит бывалых игроков, как раньше, и это факт. Я же в этой ситуации дождусь, опять же, игр, которые мне действительно понравились, заплачу за них деньги, чтобы они мне принесли удовольствие, естественно, попробую новые игры, которые добавятся в подписки, куда же без этого, но, как бы глупо бы не звучало, я сейчас надеюсь просто дожить до тех времен, когда Xbox начнет действительно показывать какие-то реально хорошие, классные, качественные шоу, которые принесут удовольствие, которые скажут, вот, вот это вот Microsoft, вот это Xbox, и за это мы их любим. В общем, у меня на этом все. Я надеюсь, вам ролик понравился. Если не понравилось, пишите в комментариях свое другое мнение. Если вдруг кто-то будет прям токсик-токсик, то я опять же жду вас в Дискорде, не в комментариях, пацаны, а в Дискорде, чтобы вы, так скажем, объяснили свою позицию, может быть, меня как-то переубедили, может быть, я реально что-то недопонимаю. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение, и до новых встреч.